Девчонки, привет! Ребята, тоже привет! Всем привет! Одним морозным днём я отправилась в Апрелевку в Московской области, чтобы посетить комиссионный магазин. Я здесь была ровно год назад, снимала обзор, и вот прошел год, я решила сюда снова вернуться, чтобы снова снять для вас обзор. Это небольшой по площади комиссионный магазин, но очень наполненный товарами. Как и в любом комиссионном магазине, здесь, конечно же, представлено большое количество одежды. И женской, и мужской одежды, и обычные, и верхние, здесь же мы видим, и шапки, шарфики, сумочки в большом количестве. Здесь есть, конечно, обувь, причем обувь некоторая очень интересная. Посмотрите, специально поставила сапожок, чтобы показать вам, какая оригинальная обувь тоже здесь может встречаться. Но все это я вам показываю просто обзорно, для того, чтобы вы знали, что это здесь тоже есть. Но основная наша цель, конечно же, рассмотреть не это. Хотя, вот еще хочу акцентировать внимание, заострить ткани. Большое количество, в хорошем составе, в хороших расцветках, по хорошей цене. И посмотрите, какой прекрасный ассортимент. Но, безусловно, нас с вами интересуют другие вещи, и будет два видео. Сегодня мы с вами начнем с посуды, то, что нас больше всего интересует. Ну, давайте с нее начнем. Во-первых, мое внимание привлек вот этот сервиз, такой а-ля Мадонна. И я удивилась, когда увидела, что это Дулева. Я, конечно, небольшой знаток ассортимента, производимого этой фабрики, но я не знала, что Дулева пускала сервизы с такими галантными сценами. Вот, пожалуйста, в прекрасном состоянии сервиз кофейный, цена 3000 рублей. И вот эти два сервиза очень привлекли мое внимание. Они стоят рядом, они очень близки по цвету. Вот это кофейный. Если я правильно сейчас рассмотрела клеймо, по-моему, это Рига. Красивый такой розово-сиреневый декор. Не знаю насчет комплектности, потому что маловато места, и были покупатели в этот момент. Поэтому вот до чего смогла дотянуться, дотянулась. И вот второй сервиз, который очень созвучен по цвету. Это чайный сервиз, и это тоже Дулева. Посмотрите, какой он нежный, какой он красивый. И тот, и другой сервиз в районе 3000. Насчет комплектности тоже не скажу, но если вам интересно, телефон этого комиссионного магазина есть в инфобоксе, так же, как и адрес. Если что, пожалуйста, обращайтесь. Красивые кофейные чашки, если я правильно понимаю, это Чехословакия. Это не комплектный сервиз, здесь есть только чашки и, по-моему, сахарница. Как можно этот цвет назвать? Морская волна, да? В общем, цвет морской волны с золотом. Стоимость этого набора 2300 рублей. А вот там, на заднем плане, роскошные чешские же вазы. Вазы на ножке и вазы для цветов. Если я правильно сейчас отсюда вижу цену, 4750, кажется, как-то так. Хрусталь. Такие тяжелые, очень весистые вазочки. 500, кажется, 50 рублей. И вот там мы видим вазу для цветов за 700 и вот ту красивую за 1000. Давайте перейдем к витрине со стеклом. Стекла в комиссионных магазинах всегда очень много. Ну, так уже исторически сложилось, и этот магазин совершенно не исключение. Меня привлекла вот та ваза, и я пыталась рассмотреть ее на ценник. Все-таки я рассмотрела. 3000 она стоит. Вот. Большая, конечно, очень эффектная. Смотрите, какая. Очень мне понравились вот эти, как их назвать, рюмочки, стопочки. Не знаю, посмотрите, какие они тонкие, деликатные. Какая здесь изящная резьба. Необыкновенно хороши. Их было всего две штуки, и цена 100 рублей за штучку. Очень красивая, очень деликатная, очень нежная. Я, наверное, не буду вам комментировать каждую цену. Вы цены видите. Могу сказать, что вот розовое стекло, оно прямо редкость. Розовое встречается редко. Здесь есть вот рюмочки тоже из розового стекла. Ну и также на ножках разные. И кжель встречается в комиссионных магазинах ничуть не реже, чем всякие рюмочки, стопочки. Кжель тоже очень частый гость в комиссионках. Я думаю, что вы сами видите цены. Не буду я их повторять. И снова салатники из стекла, из хрусталя. Салатники, конфетницы. Очень большой ассортимент. Нет никакой возможности показать вам это все подробно. В принципе, нужно просто приезжать и смотреть. Но посмотрите, какую роскошную красавицу мне сейчас демонстрирует продавец. Посмотрите. Вот это конфетница, корзинка. Хрустальная. Сияет, как льдинка. Необыкновенно хороша. Цена полторы тысячи. Очень красивая. Роскошная. А вот еще кольцо для салфеток я нашла, но оно было одно. 150 рублей. Тоже очень эффектное. Смотрите, какой ассортимент. Продолжение. Рюмочек, стопочек, фужеров. Много всего. Цены вы видите. Здесь есть и цветное стекло. Мне вот это понравилось. Смотрите, такая маленькая шпротница, наверное. 200 рублей. Продолжим рассматривать. Здесь я вижу столовые приборы. Это, конечно, не что-то уникальное, но они комплектные, и это ценно. То, что не поштучено, все-таки комплектом. Также видим немножко керамики. И снова перейдем к посуде. Вот здесь какая-то красота неземная мне встретилась. Клейма на чашке нет. Возможно, оно есть на блюдце. Но я не дотянулась посмотреть. Всего 400 рублей по дизайну лично. Мне кажется, что это очень похоже на Чехословакию. Не гарантирую, но мне похоже. 400 рублей чайная пара. И здесь таким же дизайном есть чайник. Вот за 800 рублей. Вот там есть сахарница. Тоже клеймо не смотрела, но мне кажется, это очень похоже на Чехословакию. А здесь вижу целый комплект тарелок. В идеальном состоянии. За 2,5 тысячи, да? За весь этот комплект. Прекрасные тарелки. Старенький поднос по цене 1000 рублей. Он старенький, но в хорошей форме. Сейчас перевернем и посмотрим на его оборотную сторону. Он очень большой. Посмотрите, здесь есть автограф автора и цена 15 рублей. Немалые деньги по тем временам, я считаю. И продолжим с фарфором. Здесь мы видим два молочника. Два розовых молочника. Вот такой вот дулевый. Простенький такой на каждый день. И чуть более, на мой взгляд, чуть более нарядный. Тоже розовый молочник. Это ЛФЗ. Симпатичный очень. Керамический, по-моему, кофейник. Не увидела ни цену, ни клейма. Не знаю, что это за производитель. Но симпатичный очень. Тут чашки с ручкой такой оригинальной формы. И посмотрите, какое роскошное блюдо. Оно большое и очень красивое. И сейчас покажу вам клеймо. Смотрите, какое. А здесь я, если честно, ворвалась к девочкам в кассовую зону, чтобы снять для вас быстренько обзор витрины. То, что стоит у них за спиной. Поэтому давайте без подробностей. Просто быстренько вот так вот прибежимся. Посмотрите, какая нежность. Я очень люблю вот такое вот. Строгая, лаконичная, четкая форма. Белый-синий. Необыкновенная красота. Очень мне понравилось. Но здесь вот только чашечка и молочник. Больше ничего я не увидела. Но, как по мне, это очень красиво. И смотрите, какие нежнейшие кофейные чашечки. Здесь, я так понимаю, был сервиз. Я дальше приведу немножко вглубь камеру, чтобы вы увидели продолжение сервиза и его стоимости. Вот, смотрите сами. Видите? Надеюсь, что видите. Ну, обычно не только винтажные, но и современные посуды довольно много бывает в комиссионных магазинах. Ну, почему бы, почему бы и да. А вот здесь что-то необыкновенно красивое, но мне было сложно туда забраться. Поэтому дотянулось только до молочника. Вот, посмотрите, необыкновенно красивый. По цене 250 рублей. Вот вместо клейма какая-то черточка. Не знаю, что она значит. И здесь с таким же дизайном, с таким же декором были два, по-моему, кофейника. И вот там на заднем плане две, наверное, супницы. Или, может быть, терины. Я не знаю. Что-то необыкновенно красивое, но вот не дотянулось. Здесь же мы видим кобальтовые наборы. Может быть, даже сервис. Не знаю, насколько он полный. Не смогла. И вот эту мне тоже понравилась. Зеленая стеклянная ваза. Чем-то похожая на кактус. Очень интересная, на мой взгляд. Посмотрите, какая красивая, можно даже сказать, роскошная ваза. Синя-голубая. Всего она стоила тысячу, по-моему, 300. Но она продалась прямо при мне. Ее принесли в тот же самый день. И она долго не застоялась. Нашла своего хозяина практически сразу. Да, 1300. Вот это антикварные вещички. Как мне сказали, это серебряные предметы. Английские и, вроде как, ориентировочно в XIX век. Это набор для младенца. Климом мы пытались его снять, но не видно. На камеру не видно. 14500. Вы видите, да, этот набор? Ну и еще посмотрим. Здесь стоят разные предметы. Штофы. Штоф с рыбкой. Мне кажется, они всегда есть, эти рыбки. По-моему, они всегда есть в комиссионных магазинах. Здесь и стеклянные, и фарфоровые. Здесь мы видим чью-то практически полную коллекцию с таксами. Посмотрите. Они продаются по одной, но вот прямо можно купить целую коллекцию. Видим шкатулки. Руки не брала, клемма не видела. Но тип такой, как вот, как кисловодские. С такими лепными розочками. Достану для вас вазочку одну посмотреть. Такая простенькая, скромненькая. Брелочек за 300 рублей. Новые в упаковке. И еще одна коллекция бронзовых предметов. 1200-1300. Разные. Циники на всех предметах есть. Я надеюсь, что вы все видите. Маленькая шкатулочка. Видно, что она довольно старая. Ну, есть и новые предметы прямо вот в упаковке. Еще одна шкатулка. Полторы тысячи она стоит. И, ну, видно, что она прямо глубоко винтажного возраста. Ручная работа с автографом автора. Все как положено. Еще одна сувенирная вещь. Такой, как его назвать, кинжал. Специфическая, конечно, вещь, но любителя. Наверное, для охотника, я так думаю, раз там какой-то рухнул каятки. Часы на каменном основании красивые. Для кабинета, мне кажется, будет очень хорошо. Металлические вазы. Я такую очень люблю. Такой кувшинчик небольшой. Вот такая за полторы тысячи. Я не знаю, что это. Это либо ваза, либо, может быть, это какой-то сосуд. Не знаю. Обнаружила здесь перчатки за полторы тысячи. Все старенькие. Очень симпатичные. И вот тоже подарочный набор за три с половиной тысячи для любителей вина. Здесь и открывашка, и пробочка. Все в красивой коробочке. Новая. Вполне вот для подарка. Кстати, подумайте, скоро 23 февраля, почему бы. И не посмотреть в качестве подарка такие вещи. Самовар. Правда, он с дарственной надписью. Ну, нарядный. Сияет вообще как зеркало просто. А вот на этом деревянном сервировочном блюде я закончу первую часть. Продолжение следует. До встречи в следующем видео. Пока. 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова